приветствую вас мои дорогие с вами снова я дольче даша и сегодня будет небольшой выпуск посвященный тому какие духи я купила недавно в конце зимы когда мы были с мужем в небольшом отпуске в дубае в арабских эмиратах хочу отметить что цены на парфюмерию я буду все озвучивать в конце видео и рассказывать где я приобрела эти парфюмы кое-что приобретено в дьюти-фри но в основном я покупала парфюмерию себе нам с мужем и в подарок в аутлетах где цены более чем приемлемые по сравнению с тем что можно сейчас приобрести в россии итак начнем первый аромат который был приобретен в аутлете brands for less kelvin klein obsession женский парфюм это парфюмерная вода покажу вот такая коробка 100 миллилитров и флакон такой яйцеобразный видите какая жидкость коньячного цвета аромат в стиле в направлении в духе опиум и все на ран классического но obsession послаще и в нем есть альдегиды альдегиды очень быстро уходит из старта и затем сменяются смолистыми древесными пряными нотами мне очень нравится этот парфюм и он нравится мне гораздо больше чем опиум потому что он покладистый он легко прогревается горячей кожей и очень такой вот он благородный а цена его можно сказать очень бюджетная мне нравится что он обладает одними достоинствами ну разве что кому-то это может показаться очень ретро хотя дальше я буду показывать аромат который очень очень ретро вы можете считаться вот рекомендую любителям шипра востока вот это такой прекрасный шикарный классический шипра восток obsession кельвин кляйн так я буду откладывать дальше следующий аромат я приобрела мы приобрели для мужа это целых 200 миллилитров драккар нуар гелярош так значит вот такой вот флакон аромат и пряный и такой несколько прохладно лавадовый в нем чувствуется мускатный орех и вообще я бы сказала что он достаточно гармоничный чуть-чуть что такое аптечная медицинская в нем присутствует но мне нравится и не кажется он каким-то знаете устаревшим он очень актуально звучит и даже я бы сказала по раз я поймала себя на мысли о том что он так вот как-то с неким нишевым настроением сейчас такое редко услышать сейчас такого и не делают я имею ввиду в классике в люкс парфюмерии как вот у англоязычных блогеров дизайнер прогрессис ну я рекомендую вот он такой вот и несколько аптечный медицинский и лавандовый в то же время и я слышу кардамон мускатный орех мне нравится он абсолютно не жесткий в нем нет ничего что как-то смутило бы и настроила бы на что-то такое возрастное нет аромат прекрасный и я очень рекомендую ознакомиться с ним если есть такая возможность так следующий парфюм в дракар но арт был также куплен брендs full с цены я озвучу позже это рейвовые 90-е самый конец 90-х вот если вас все еще где-то пульсирует некая нотка рейвовых вечеринок 90-х может быть даже вы не росли не гуляли там не пришлась ваша молодость юность на этот период как моя потому что у меня был подростковой возраст но дух вот этих вот 90-х кислотных в этом аромате очень даже явно ощущается здесь фиалка такая футуристическая немножко неживая вот такой вот флакончик это 80 миллилитров тоже куплен в брендs full с шикарный аромат и абрикосы и персики такие подвяленные в то же время в нем много чего чего-то такого неживого футуристического космического но опять же из точки из той точки которая была в конце 90-х как какие были представления о будущем мне этот аромат нравится тем что он стильный он выразительный и на него я не знаю похожих вот очень его люблю захотелось повторить потому что он у меня был и я его продала далее 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 аромат вот действительно вот уж ретро так ретро который мы купили в подарок моей маме очень красивый классический альдегидно-цветочный парфюм фиджи гелярош это туалетная вода я могу сказать что он состоит сплошь из одних достоинств моя мама которая знала и любила винтажные духи винтажную туалетную воду и парфюмерную она сказала что он звучит точь в точь как тот самый фиджи из ее молодости из ее юности единственный достаток это нестойкость ну как бы при всех его остальных достоинствах богатстве букета красоте раскрытия женственности классичности звучания я готова ему простить такой вот грешок с нестойкостью вот такой вот фиджи красивый виде книжечки очень интересный такой флакон слышу в нем альдегиды пудровость зеленые ноты какие-то стебли цветов немного цветочного магазина в нем есть мускуса естественно в нем есть и рис и самые сильные ноты это гиацинт такой зеленый и несколько такое держащие на расстоянии скажем так вот этот аромат также был куплен бренд с фолес следующий парфюм мимо которого я не смогла пройти это elizabeth arden 5 авеню я вам хочу сказать что когда-то я считала этот парфюм еще в начале двухтысячных когда увлекалась парфюмерии и у меня в парфюмах в любимых были диор и дик джон польго те классик сальвадор дали классические черном носогубе а также там шанелевские ароматы мне нравились частности шанель allure мне казался этот парфюм таким сайте сорным цветком с сорным экземпляром в люксе классическом мне казалось что такое что бюджетные незатейливые вообще зачем это надо ну вот я себе купила целых сто двадцать пять миллилитров смотрите какая красивая башенка прям как небоскреб вот пятое веню он все тот же здесь есть некий аспект дорогой парикмахерской салона красоты с уходовыми средствами для волос очень такой шикарный цветочный букет и я хочу сказать что он не изменился он стойкий единственное что вот в этом конкретно флаконе чуть-чуть заедает пульверизатор но он как-то под разработался все в порядке вот он тоже достаточно недорого мне обошелся и куплен он был в магазине бренд бренд базар тоже outlet с приятными ценами хотя я хочу сказать что дешевого сейчас ничего уже нет из парфюмерии есть приемлемая и вот это как раз тот самый случай когда можно было купить мне кажется это достаточно хорошее приличное количество духов привести из поездки и и что и радоваться этому потому что в россии сейчас сложно что-то купить за удобоваримую цену так значит последний парфюм который вам хочу сегодня показать и показываю это к шарель но у меня они были были в тестере честно выпуск был не очень удачный он какой-то был слабенький тихенький а вот она красавица но а жемчужинка плавать все как положено этот очень стойкий такой глубокий кремово-мускусный кремово-мускусная роскошное облако пуховка из лебяжьего пуха для винтажной пудры здесь чувствуется и кофе и мускус и охапка белых цветов умный какая-то немножко сластинка роскошный красивый женственный классический уже аромат я его не перестаю любить и очень рада что у меня именно вот такой вот удачный выпуск который на мне сидит и раскрывается как надо вот на кашель вы все прекрасно знаете у меня есть отдельное видео про ну а кашель могу вам оставить ссылку в описании давайте теперь поговорим о ценах и так значит такие прям старинные пергаменты оформляли текст фри всем советуем это делать потому что покупали много всего в дубае очень бюджетно можно совершить шоппинг даже в мульти брендовых магазинах в аутлетах и есть спортивные аутлеты есть какие-то тематические парфюмерия в обычных вещевых где там одежда обувь она отдельно стоит вот значит ультра ультрафиолет покоробан а 80 миллилитров стоили 149 дирханов я вам примерно приблизительно округляют это где-то 3 800 в рублях драккар нуар мужской 200 миллилитров обошелся в 4000 рублей или 159 дирхам кельвин кляйн absession обошелся в 2500 рублей за 100 миллилитров или 99 дирхам и фиджи гиля рош обошелся в 4000 рублей где-то я там приблизительно округли на 159 дирхамов далее значит ализабет арден 5 авеню обошелся в 119 дирхамов или в 3000 рублей если кому-то нужно в долларах пересчитайте сколько это в долларах по курсу да вот сколько сейчас один дирхам к доллару и в дьюти-фри уже было куплено ну а кашарель стоили 150 дирхамов это тоже где-то 3800 рублей вот такой у нас парфюмерный шопинг состоялся вообще знакомы ли вам эти ароматы все или каких-то вы не знаете например как я не знала драккар нуар и в общем-то горжусь и восхищаюсь тем что угодила своему мужу с этой покупкой вот как вам мои парфюмерные покупки покупаете ли вы будучи за границей духи поделитесь своими впечатлениями наблюдениями и опытом всего вам самого доброго до новых парфюмерных встреч